Всем доброго дня! Сегодня у нас будет обычный, простой видосик, выезд на грузах на грузах, ростах и пропусках, где-то вместе с моим. Но! Существует последние события. Я думала, так будет лучше, а если я как-нибудь не слышу, что-то не у нас. Так, все, погнали! Попробуем всё о том, что мы будем делать. К нам, в первых вопросах, в крыше все вопросы, а не про вопросы, почему вы не слышите? А не думаю, это простой вопрос, а не просто. Я не желаю вас, как у меня, просто не знаю, что я вступила в хранитель, просто в тюрьме, вот с этим у меня на семье, парашни, персонажи, все-таки в друзьях, и я посыскал сам мне больше прикрепала музыка Адапстеп и что? я попала в русскую потому что с музыкой ничто будет ли какой-нибудь проект и если ты имеешь в виду проект в теме рисования, то скажешь кто-то не знает но я хотела сделать какой-нибудь комикс или связи где разворачиваешься нас на самом деле есть друзья и тут уже здесь много сознавательного голоса и есть но у меня не часто пишут и опасные лучшие вегетари да и они не вегетари да почему мне не пишешь ну вообще-то я тебе пишу и даже не знаю почему баба есть ну а почему я клятся не знаю что я не пишу почему меня спрашивают такие вопросы только друзья с которыми я здесь практически оживили вот так ну как дела? ну вроде я не родила ну что старуха скоро шестнадцать ну а ну а ок я конечно понимаю что я расту учусь и меня ну что мне шестнадцать я только могу читать буду как американский подросток шестнадцать лет ауууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Слово идеально, по моему мнению, токсичное слово. Идеально можно за все, я думаю, ничего. Если я имею в виду искусство, то любое искусство идеально. Идеально со своими стилями, какими-нибудь помарками. Все, вдруг автор исходит, значит, так можно. Ну, идеальная работа, если... Ну, я к себе строгий критик, поэтому я всегда себя насилую. Типа, сделай нормальную работу, не как чему. Ну, главное. Так что идеальная работа для меня, это как бы я. И все главное, рисую, без личных коммун мазков. Так что, ну, как-то так. Вообще, слово идеально, это понос, поэтому я не говорю слово идеально. Я представляю, что он жизненной половинкой. На самом деле, здесь несколько развилок. И я всегда делаю развилки с плохим концом. Кроме положительных, обязательно должна быть плохая дорога. Потому что нельзя кормить людей, потому что будет очень больно и печально. Итак, первая развилка, самая банальная из всех, то, что просто будем жить в рашке, в коммуналке, в однокомнатной квартире. Вторая развилка, то, что будем жить за городом. У нас за городом, как мой батя. То есть, мой батя живет за городом, ну, отлично. То есть, это что-то еще. Третий раз, это самое хипение и лучшее, то, что, что, а надо. И живем-поживаем там, делаем, что хотим. Ну и четвертая развилка, самое печальное, мы нигде не живем и разводимся. Ну да. Как я уже говорил, печальные истории тоже должны быть. Капитон, то что ты готова к нему, максимум? Максимум, наверное, 3-4. Это зависит от твоего резинового кошелька. А, чем больше у тебя денег в кошельке, тем больше ты можешь вожать животных. Ну, я так считаю, потому что, если у тебя не будет времени или денег на это, то зачем тебе животные, они же просто будут стараться, понимаешь? Поэтому 3-4. Срывалась по пустякам. О, практически каждый день так обожаю это делать. Делала человеку, он на специально? Да, делала, буду делать и делаю до сих пор. Потому что я не нравится, не связывайся. Часто я корчала людей со мной ответными. Что значит, что я корчала со мной ответными? Если ты имеешь в виду любовными ответными, то мне за всегда я их не очень часто не корчала, потому что я уже отречаю качественно себя. Боже, какая я у меня сегодня. Потом я не все со мной, не пустила. Ой, грешник. Считаешь ли ты обязательный пример, возможно? Возмездная помощь, но это уже по поводу мнение. Мне на то, что это все равно. Потому что от характера человека зависит. Если он благородный, то он тебе поможет занять ответ. А если не очень, то чем-то не очень. В принципе, я думаю, что возмездная помощь я обязательно. Только в некоторых случаях есть. Вообще все от человека желание. Например, ты мне даешь писать домашку, ну, я тебе даю я писать домашку, но это уже желание от человека. А если, например, ты спасаешь всюду жизнь, то тут уже желательно, чтобы воздействовать. Была и не в виде денег, а просто неблагодарствовать. Честно, сложно. Планы на будущее. Планы на будущее я вот совсем недавно писала у себя в инстаграме. Кому интересно, можете заглянуть. Сучка лучше. Планы на будущее, в принципе, простые. Закончить наконец-то учебу, поучиться, улететь в Канаду и вообще путешествовать по разным странам. Купить себе квартиру и жить-то пожевать, добра наживать, чтобы работа нравилась именно мне, а не кому-то. Это основные планы. О чем мечтаешь? Честно сказать, ни о чем. Ну, хорошо сдать экзамены хотя бы на 4-4-ку, либо как на слайднику-4-ку. Приобрести себе новый ноутбук, потому что с этим чмом работать просто невозможно. И просто выжить. Вот серьезно, просто выжить. Больше ничего не надо. Пусть все будет не грабедливо, не власть, не завышались. Фурия? И что значит их? Сейчас я человек. Но так у меня есть персонажи Фурии, и если мне надо, я могу все, что буду делать со своими персонажами. Могу сделать и антрог, хоть Фурия, хоть Пони, да хоть кем. Как часто ты готова поступать с моей родителями? Это уже смотря от ситуации. Какая ситуация, так он и разборно, полетно. Это касается моего восточного пространства, то тут уже ясно то, что я буду отставить свои права до конца, потому что никто не посмеет нарушать мои личные границы. И еще не выборах вот этой ночи, так что скандал, скандал. Но я не люблю слишком сильно ругаться, я не конфликтный человек, я не хочу разговаривать проблемы. Просто мирный тут, пожалуйста, просто мирный. Меешь ли ты признаваться в своем правоте? Честно, нет. Вот это мразорство, опять смены листиками. Ну, в общем, я не знаю, если я с вами дружу, то есть, боже мой. Вот. И я часто себя не могу признать правой. Я знаю, что это неправильно, но я не могу ничего поделать. Я просто такая, типа, нет, я должна добить человека. Не нужно. Если ты оказываешься права, то как уничтожаешь человека? Что значит уничтожаешь? Если я оказываюсь права, я уничтожаю человека, я просто говорю ему, например, то, чтобы он подумал над ними словами, а дальше он решит покажу сам. Это все well. Если бы, например, спорить о чем-нибудь, то не уничтожает человека, я просто говорю, подумай над ними словами, просто хотели. За что ты ненавиваешь людей больше всего? За их ненависть, банально за их ненависть, от ненависти все идет, все идет, вообще абсолютно, поэтому не надо никого ненависти, но в нашем мире это просто невозможно. Моя любимая игра? Честно, я уже отвечала на этот вопрос, но моя любимая игра на датюши все расцветала подобнее. Это обычные Sega, Dendy, там, и джойстик, и вот это не так, это не так. Любимая погода? Любимая погода, как сейчас на улице, тепленькая и морозная, когда идет дождь, я хочу сгумать, чтобы шел дождь, и пахло так вкусненько, мокром асфальт, просто обожаю. С кем ты спишь? Ну, думаю, где-то в жизни. Вообще, я встречаюсь с теми, кто просто лежит у меня на кровати, мне все равно. Иногда со мной спит вот это вот чудо, мой степашка, вот это его заяц, это заяц, не путайте, с ним я в основном сплю, и там, вдалеке, сидит мой Михаил Орелакин, но я не могу до него дотянуться, честно сказать, так что обойдетесь, у меня вообще в инстаграме есть, все будут ссылки в сайтах, в инфониях, где-то там. Нравится школа, в которой учишься? Школа нет, учиться нравится, но не я составляю правила, поэтому такой сфер, может быть и лучше, но могло быть и лучше. Откуда грошить я для видео? А вот ниоткуда, я просто иду, вот реально, слушаю музыку, смотрю на природу, и раз мне в башку ударило, надо снять видео, о чем, надо подумать, все, придумала, и ушла. Начала снимать видео, иногда мне плюс, когда мне приходят по редкой для откровения, тогда есть и видео. Почему ты не с кем не приедешься? Потому что мне, во-первых, не с кем, а во-вторых, у меня кусок самоцветка, я боюсь посогнили. Так что, возьмите на заметку, да, очень сухо, реветься и вообще со всякими половыми и видами дела, поэтому очень редко соглашаюсь на это, соглашаюсь только друзья. Событие, за которое тебе стыдно. Тут надо подумать, на самом деле, я не знаю, за какое событие тебе стыдно, но может, скорее всего, что связано со школой, особенно, когда врачами в школе много всяких дел, да, сотворилось, когда мы раскидали все пеналы по рюкзакам, наших одноклассников, а они пришли и охреневали, почему у них чужой пенал в сумке, и нас потом расспрашивали перед всем классом, а там, наверное, да, ну, очень красиво, просто, 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 просто. Кого чаще всего просматриваешь в инстаграме? АСМР. А остальные просто как в ленте попадаются, и я за ними не знаю, но не так сильно, потому что, кого вижу, того и смотрю, потому что, ну, нет, у меня как-то всегда отдельно хребется. Есть ли какие расстройства? Честно, не знаю, но думаю, что есть, конечно, есть факты, но у меня могут быть расстройства. Почему ты так редко снимаешь видео? А, ответ просто потому, что у них поле демена, и я за вами с дабой, но, слава Иисусе, коронавирусу, хе-хе, то, что, так и не скоро, да. Сколько по времени делаешь анимации? Зависит от анимации. Если это анимация, то, ну, может быть, неделю произвести. Если это анимация, то, то же самое. В общем, короче, два месяца примерно. Но самое максимальное я делаю три месяца, поэтому зависит от анимации. Что-то произошло с тобой интересное за это время? Особо так-то нет. Ловлю нервные сыры в школе, ругаюсь с учителями, пассивно-агрессивным характером. Постригся. Скоро нас будут сфотографировать в апреле на выпускной буре. Ну, и все, чтобы ничего такого не случалось. А еще я недавно пожрал деньги на транжир. Я коплю деньги, потому что, мало ли, вообще я коплю деньги на квартиру, как бы это смешно не звучало. Но очень хочется транжирить, да, бывает такое. Но я пытаюсь это остановить. Узвешивая все за иконы. Есть несбывшиеся мечта. У меня много мечт, которые не сбывались, но одна из тех, которая не забывалась, наверное, самая плачевная. Но мне, в принципе, сейчас все равно, так как это детские мечты. То, что мои родители у меня в последний весенном расходе. Я еще надеялась на то, что они не соединятся, может быть, может быть, раньше, но нет, потому что это не случаяся мечта. Просто я не знаю, я не знаю, я не помню, но что я помню, то я сейчас сказала. В принципе, я даже рад, что есть, потому что они слишком разные центральные образы. Я начала родить художек где-то в третьем классе. Да, в третьем классе, но я ее очень быстро бросила и пошла в новую художку в шестом классе, а в восьмом закончила. Вот, считайте, я не математика. В принципе, не долго. Что ты обычно делаешь, но вы знаете информатики? Блин, почему меня друзья все время спрашивают? Они прекрасно знают, что мы делаем на информатике, но они продолжают спрашивать. Наверное, чтобы поделиться с кем-то другим. Ну ладно, я отвечу, мне так все равно. Мы режемся на информатике, плачем на информатике, жрем на информатике. Делаем все, но не информатикой. И не случаем учителя, потому что информатика еще тот предмет, который нам нужен. Насколько часто тебе снятся с ним непристойные характеристики? На самом деле, не так часто всего непристойные два сна, какие-то его любят. Или моего персонажа, какие-то, какие-то не правы. Это просто начитываешься всяких фанций, которые тебе сняты всяких. Так что не слишком часто, очень редко снятся на самом деле. В реальности, но чаще всего. Как часто ты поменял на себе виды мужских половых органов? На самом деле, часто, но я не люблю футонарии, и все, что сразу нас с хрута, с хруты, только правильно. Вот, потому что, ну, как бы для женщины есть пизда, а для мужика есть член. Мне принадлежит не плохо, но женщина с пиздой и с членом, как-то не очень выжаляет. Особенно, если член настоящий. Простите, я любитель футы, но я не могу. Выжрала ли ты когда-нибудь шлипачку жвачек или леденцов сразу, потому что тебе говорили, что ты умрошу, если есть много? Да, я выжрала, но выжрал я их не потому, что я умру, из-за того, что съем. А говорили прямым текстом, что у меня слипнется желудок. Я решила попробовать. Я однажды сожрала жвачки в огромную кучу. Я проглотила, я надеялась, что у меня слипнется желудок, но ничего не произошло. Я просто на эту жвачку высохнула. Ну, да, биологические цепи, понимаете, да, так что. Воображала ли ты, что ты поставляешь наркотики? Да, очень часто. Раньше, сейчас не очень. Раньше я даже обрабатывала своего персонажа Сноуфлей с сигаретой во рту, с такой пакетеросой, с такой марихуаной. Потому что раньше слушали Сноук Дога и все было хорошо. Хороший ли я не знаю. Ну и последний вопрос. Представляла ли ты, что станешь вездиантой? Нет, я не представляла. Я даже не имела представления быть резберянкой. Но судьба сделала свое дело. Нет, я не резберянка. На этом у нас Сосик подходит к концу. С вами был я Дэд Смук, который по-настоящему Дэд. Перейдите с себя и судьбой близки. Заканчивайте лечебу нормально, без строек. Ну или хотя бы с двумя троечками. В общем, оценку это не главное. Главное, что у вас в душе. Главное, что вы хотите. А остальное все не хочу. До скорой встречи, не зная передания слова. Всем пока.